Экзегет И во веки пребывающей того, кто им обладает, несомненно, приводит к самому Господу и служит к спасению. Нам заповедан страх. Говорят, что страх Божий — это одно из проявлений нашего человеческого духа. Не души, но духа — особой части человеческой личности, которая вступает в единение с Богом. Так вот, она, эта часть, он, этот дух человеческий проявляется совестью, жаждой Бога и страхом Божьим, по определению святителя Феофана. А вот страх человеческий Богом запрещается. «Не убойтесь, — говорит Господь, — их, даже убивающих тело, убойтесь же того, кто может и душу, и тело вернуть в гиену огненную». Адресует Господь наш интерес и наше внимание к подлинному предмету страха вездесущему и всемогущему Господу, который также близок к нам и даже гораздо более, чем окружающий нас воздух к нашей коже. Память о нем, опасение противопоставить ему свои греховные расположения, его святой воле, присуще людям, вступившим на добрый путь богоугождения. Озабоченные по преимуществу опасением за свои земные успехи, благополучие, сытость, здоровье, как правило, подменяют этим страхом Богом заповеданный страх согрешений, страх не быть исправным пред Господом, страх не додавать любовью любящему тебя мужу. Апостол Павел говорит, а жена да убоится своего мужа, не как какого-то угрожающего ее благополучию, здоровью, достоинству монстра, а как нежно любящего главу свою, опасается тело его, так апостол Павел сравнивает семейные функции, как Христос глава, а тело его есть церковь его, состоящая из верующих в него людей, так муж глава семьи, а жена этой семьи естество. И надлежит и ей страх иметь, оказаться недостойной, не в ту же меру любящей свою главу, как сама глава любит ее и печется о ней. Эти страхи заповеданы Богом. А излишняя опасливость о том, чтобы с тобой ничего не случилось, бывает присуща людям малодушным. Они и каются в своих страхах, они и говорят, что замечают в себе маловерие. Они не доверяют тому Слову Божьему, что Господь печется обо всех и знает нужды наши, прежде нашего прошения. Так что заповедано нам искать более всего Царствие Божией Правды, во все остальное приложится нам, даже без всяких специальных на то наших попечений, ибо Господу ведомы все наши скорби, заботы и попечения. И от Господа пути человеку исправляются. Остается только, чтобы этих путей Господних возжелал человек зело. Не просто согласился идти путем Господним, но с вожделением искал бы этого пути Богоугождения и стремился на нем устоять. Чувствуете, какая разница внутреннего расположения, всегда опасающегося свое земное благополучие и всегда опасающегося за недостаток своей исправности, взаимности в отношении своего Создателя. Какой же вывод из этого можно сделать? Нужно ли платить тем страховщикам, которые берутся в случае неприятности, решить наши проблемы? Насколько эти проблемы вероятны, настолько нужно проявить благоразумную предусмотрительность и отправляться в зарубежные путешествия, убежденным в том, что никакие болезни земные не коснутся нас, и у нас имеется в этой самонадеянности некоторая дерзость. Предположение того, что мы, как люди, и смертные, и ограниченные, все можем быть подвержены болезням, а заболеть в чужой стране — крайне недешевое дело и занятие, которого и врагу не пожелаешь. Очевидно, что совсем не лишнее иметь некоторую гарантию специально обученных деятелей, которые за небольшую плату с вашей стороны предварительную в случае печального развития событий на стране далече не поступят с вами как бессердечный гражданин, отправивший голодного, блудного сына пасти свиней и рожков, которыми питались свиньи, не выделять ему достатки для собственного подкрепления. Она против их хитростью и запасами, которые они сформировали благодаря взносам многих граждан, отправляющихся путешествовать, они помогут оплатить врача, пребывание в больнице необходимое и другие медицинские средства, вдруг оказавшиеся необходимыми. Очевидно, что нету здесь никакого безрассудства в таком страховании. Есть в этом благоразумное попечение о том, чтобы не поставить себя особенно беззащитным и уязвимым в случае непередвиденных обстоятельств. К тому же, то, что отдано этим страховым агентам, считать совсем понапрасну утраченным, если вы так и не заболели, тоже нет смысла, поскольку, очевидно, зная вы, где упадете, соломку подстелили, но, имея в виду вероятность всяких непредвиденных и печальных обстоятельств, подстелить соломку заранее по возможности, конечно же, ничуть не будет делом маловерия, малодушия, пессимизма, а благоразумной бережливости. Потому и данное действие представляется вполне благоразумным. Другое дело, что при обыденном течении жизни люди, излишне увлекающиеся, как некогда насельники Вороньи и Слободки в книжке Ильфа и Петрова от пожара усиленно застраховали свою коммунальную квартиру и с таким трепетом ожидали неминуемого пожара, что он случился, как предполагает автор, подожженный, вспыхнула эта Слободка, подожженный сразу с семерых сторон со стороны каждого из страховщиков, вернее, из тех, кто был застрахован, с тем, чтобы приобрести им некоторую материальную выгоду от своей беды, которую сами не на себя накликали. Тут думается также хорошо благоразумие и некоторая предусмотрительность и вкладывание в возможные неприятности малых средств ради получения впоследствии больших при необходимости, конечно же, не могут быть поставлены в вину, если все-таки дело не переходит уже в какое-то безрассудство. Человек, пытаясь повсюду окружить себя страховыми обязательствами этих самых страхователей, только о том и думает, как бы избежать всех земных неприятностей, как бы управить жизнь в максимально близкой форме к пескарю премудрому, который сидит никуда не высовываясь, как человек в футляре, как какая-то функция, а не человек, более всего, опасающийся тех самых жизненных неприятностей, без которых на свете жить нельзя. Этому противопоставить можно только устремленность ко Господу, готовность претерпеть посылаемые испытания для того, чтобы и в радостях наших, и в скорбях наших прославлялся Господь, как научил нас апостол Павел, мне и жизнь, Христос, и смерть приобретения. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok